Всем привет и добро пожаловать ко мне на канал! Сегодня мы поговорим, почему же не стоит покупать Electron DigiTact. Ну а для начала подпишитесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Мой канал посвящен электронной музыке, синтезаторам и моему творчеству. Так что сделайте это обязательно и мы начинаем. Итак, 6 причин, почему же не стоит покупать Electron DigiTact. Первая причина это сложный и ограниченный интерфейс. Для новичков Electron DigiTact может показаться очень сложным, потому что порог входа в это устройство, как минимум несколько месяцев изучения, мануала. Если у вас не было до этого никакого опыта работы с устройством Electron, то вам придется немного попыхтеть и принять философию и workflow этого устройства. Так уж получилось. С другой же стороны, это устройство настолько сложное, когда его изучаешь, и потом в результате оказывается, что оно постоянно чем-то ограничивает тебя. Будь то количеством дорожек или количеством эффектов. То есть по сравнению с DAW, конечно же, это устройство во многом ограничено. Некоторым даже может показаться, что DigiTact слишком ограничен для них, потому что у всех музыка разная и у кого-то она очень сложная. Здесь, конечно, недавно добавили Song Mode, что позволяет это устройство еще создавать аранжировку, но понятное дело, что в компьютере аранжировку гораздо проще создать. Вторая причина это ограниченность количества звуков. Здесь всего 8 дорожек, и, соответственно, вы можете поместить туда 8 инструментов. Да, можно ухищриться на одну дорожку, сделать какой-то луп и с барабанов, например, и наслайсить его, и потом параметр локами все это дело выстроить, но так или иначе всего лишь 8 инструментов для многих может показаться слишком мало. Например, в том же Black Box их 16, ну а в DAW, конечно же, их еще сколько угодно. Третья причина это очень популярный и распространенный недостаток электрон-диджит акта. Это то, что он является монофоническим, то есть каждый инструмент является монофоническим. Во-первых, это драм-машина, которую можно раскинуть как угодно, влево-вправо все инструменты. В итоге картина и микс получаются стерео, плюс есть реверп и дилей. Этого можно добиться. Но, например, во время записи, когда вы записываете в него стереосигнал, он суммируется. Мне, например, не всегда везет, и я не всегда переключаю там с какого канала, с левого или с правого суммировать. И зачастую просто записываю с мастера, а в этот момент происходит какой-то, мне кажется, какой-то фейзер, как будто бы эффект происходит, и сам звук изначально стерео был хороший, а в моно он становится плоским. Ну, либо фазы там вычитаются друг из друга. Короче, нужно всегда следить за тем, чтобы вы записывали с левого или с правого. Но это не очень удобно для записи. Мне не очень нравится, как он суммирует два канала в моно. Поэтому сэмпл может быть просто запоганен, и вам придется его перезаписывать. Хорошо есть предпрослушка, и можно там послушать, как бы, что получилось. Это окей. В отличие от того же Актотрека, который тоже является сэмплером, мы, наверное, его частенько будем тут упоминать, в него можно записать стерео, и вы можете взять какой-то длинный тейк, то здесь всего лишь там 33 секунды, и они являются монофоническими. Можно сделать его стерео различными способами. Например, один из способов, это взять LFO, направить на панораму, и тогда влево-вправо звук будет перемещаться, и, соответственно, будет стереокартина. Также можно очень много навалить туда ревербы и дилея, и реверп и дилей также являются стереофоническим эффектом, и он будет стерео. Но что делать, если вы не хотите, чтобы ваш звук был перегружен там ревербом и дилеем? Я не знаю. Ну, наверное, панорамирование. А панорамирование это, в свою очередь, тоже получается, как будто бы это амплитудная такая история. Ну, не совсем то же и стерео, если уж говорить о конкретном стерео, как мы привыкли видеть его без всяких ограничений. В общем, монофонические диджитакты это еще одна причина, по которой не стоит его покупать. Еще одна причина это пэды. Они абсолютно нечувствительны. Не то, чтобы там МПИ нету, как на Пуше третьем или на каких-то других навороченных контроллерах. Тут просто нету элементарного велосити. То есть, вы не можете настучать, пока вы делаете какой-то перформанс, записываете музыку, вы не можете пальцем настучать скорость, не скорость, а чувствительность. То есть, насколько сильно будет воспроизводиться сэмпл. Велосити, короче. Но это можно выставить потом. То есть, в пошаговом режиме это доступно. Но наиграть нельзя. Например, в том же Roland TR-8S есть отдельный пэд, который можно использовать для того, чтобы набивать шаги с чувствительностью. Это, конечно, удобно. Здесь тоже можно было бы сделать, например, какой-нибудь 8-й пэд, который, ну, обычно под цимбалы. Например, сделали бы его чувствительным, и тогда мы могли бы, например, использовать его для других барабанов в какой-нибудь специальный режим, где мы могли набивать бы велосити. Это очень удобно для тех, кто занимается фингендраммингом. И, наверное, диджитакт не очень подходит для людей, кто хочет делать такую органическую барабанную партию. Ну, если запрограммировать, то можно. Еще одна причина – это сложность работы с DAW. Если вы, например, очень долгое время писали свою музыку в компьютере, и вы захотели внедрить диджитакт в этот сетап, то будет очень сложно, потому что вам придется перезаписывать все эти звуки в диджитакт. А это то еще не очень приятное занятие. Хоть у него и есть, конечно, овербридж, с помощью которого можно все это дело в компьютере делать, не прибегая к устройству. Но, с другой стороны, зачем? Получается, смысл этого пункта заключается в том, что сам диджитакт является инструментом, на котором уже стоит начинать писать музыку. То есть он не приспособлен для того, чтобы взять в него сэмплы, закинуть готового проекта и как-то там играть. Нет, диджитакт – это устройство, на котором вы уже изначально пишете ритм, ну, или какие-то пэды, или бас, и потом уже добавляете что-то из DAW. Такой флоу здесь допустим, но использовать его как сэмпл, который проигрывает вашу музыку, здесь не получится. Также немаловажным моментом хочется заметить к этому пункту, то, что когда мы коннектим диджитакт по USB к DAW, нередко происходят какие-то задержки. Я, например, очень долгое время боролся с задержкой, я не мог ровно записывать без всяких задержек в DAW, с помощью диджитакта, короче, не мог записывать, потому что у меня была постоянно задержка. Как я только с ней не боролся. Я не знаю, с чем это было связано. Возможно, это была прошивка, потому что когда я потом обновил овербридж, мне кажется, это все пропало. Но сейчас задержки вроде бы как нету, но она есть очень мизерная, это позволяет использовать устройство, но так или иначе какие-то проблемы все равно с этим есть. То есть интерфейс иногда шалит. Еще одна и последняя причина, очень важная, это цена. Но не сколько цена одного устройства, ведь сколько бы ни стоил диджитакт, он все равно относительно уникален на рынке, и заменить его нечем, потому что в нем и секвенсор, и это сэмплер, который позволяет и компрессор, и, короче, перформанс-инструмент, как для студии, так и для концертов. Но когда вы покупаете электрон диджитакт, чтобы раскрыть его полностью потенциал, вам придется купить еще и другие девайсы. Например, для того, чтобы вы заимели чувствительность, вам нужно купить внешнюю медиклавиатуру, как минимум. Для того, чтобы использовать 8 дорожек секвенсора, которые в нем есть, вам нужно купить еще, ну, можно не 8 синтезаторов, ну, какие-то еще синтезаторы, может быть, один мультитембральный, ну, или, короче, еще устройство нужно покупать, для того, чтобы сетап был интересным. То есть просто диджитакт иметь, это не раскрывать его, ну, как бы, весь потенциал. Плюс у него есть дополнительные аудиовходы, которые можно использовать для других инструментов. Короче, если вы готовы покупать диджитакт, то готовьтесь к тому, что вам придется покупать что-то еще. Потому что иметь просто диджитакт, это не раскрывать его потенциал полноценно. Также я хотел мои субъективные какие-то причины и минусы здесь тоже подчеркнуть в этом видео и расскажу о том, что меня не устраивает в этом устройстве, хотя я им пользуюсь и очень активно, это одно из важных моих устройств. Что же мне в нем не нравится? Ну, во-первых, в этом устройстве всего лишь одна стереопара выходов, есть на наушники, да, но никак отдельно их не разделить. Было бы круто, если можно было выход для наушников, хотя бы использовалось как Q, дополнительный какой-то мастер-выход, чтобы обработать его эффектом. Мне категорически не хватает просто одной стереопарой выхода из него, потому что 8 инструментов, я хочу несколько инструментов обработать внешними педалями, например. Этого сделать здесь не получится. В том же TR8S, например, эти выходы были, и это способствует к тому, чтобы ваш звук был более уникальным, потому что эффекты здесь ограничены, здесь есть реверп и дилей, а не определенных настроек там, да, но чтобы получить свое собственное уникальное звучание, например, подключить какую-нибудь педальку, там босс спейсэх, вот как я люблю это делать, я бы хотел здесь видеть еще один выход дополнительный. Пусть это будет и моносигнал, но пусть он будет обработан моей педалькой. К сожалению, здесь такого нет. Большая претензия у меня к материалу, из которого сделан Electron DigiTag. Мне очень нравится дизайн, мне очень нравятся иконки, которые тут прорисованы, мне очень нравится, как тут все расположено. С точки зрения дизайна все окей, но материалы, которые используются, мне не нравятся. Я не люблю вот этот металл, с которым он сделан, потому что он царапается при каждом прикосновении. Когда я одеваю на нее дексейвер, я просто переезжал с ним, одел дексейвер, и даже в тех местах, где дексейвер прислонялся к этому железу, к этому металлу, он просто поцарапался, причем он царапается, как бы как-то не очень приятно, как будто это какая-то испачканная история. То есть это не царапина прям до металла, а в общем-то какая-то краска слезает, как будто бы с него. Мне кажется, если он был бы глянцевый, возможно, этого бы не случилось. То есть условно та же порошковая краска глянцевая наверное не давала бы такой эффект. Непрактично. Ручки и кнопки, которые покрыты, давайте начнем с кнопок. Кнопки покрыты каким-то софт-тач покрытием, который со временем изнашивается. Я, конечно, знаю об этой проблеме и берегу его, стараюсь сделать так, чтобы это покрытие сохранилось максимально долго. Но если оно испортится, я, конечно, могу снова заказать какие-то новые кнопочки, и тогда он будет хорошо выглядеть. Но так или иначе, если бы они были бы другого покрытия, может быть менее приятного, в отличие от софт-тач, но более практичные, и их можно было бы использовать долгое время, я был бы больше рад этому. Ручки, которые управляют всеми остальными функциями, для меня слишком толстые. Они тоже, во-первых, софт-тач, во-вторых, они слишком толстые, как бочонки такие, и между этими ручками очень малое расстояние. И когда я пытаюсь управлять каким-то эффектом, то мне постоянно неудобно. Мне приходится как-то сбоку их подкручивать, сверху. Ну, вы сами знаете, наверное, видели, как многие крутят эти ручки. Было бы здорово, если бы эти ручки, например, были бы какие-нибудь конусные, и когда верхнюю часть мы бы трогали руками, то места было бы больше. Короче, я пробовал на него одевать конусные ручки, они другого стремного дизайна, не очень подходят, но было удобней. Насколько я знаю, по-моему, в актотреке расстояние между этими ручками больше, чем в Digitacti, и, скорее всего, просто у меня нет актотрека, и не могу сравнить. Ну, короче, вы поняли. Также мне не очень нравится, что эти ручки, они не имеют четкого хода от точки 0, например, до 127, как обычно Миди, да, от 0 до 22 до 27, и когда мы крутим их, я не очень понимаю, в какой стадии я нахожусь. И мне постоянно придется смотреть на дисплей для того, чтобы понимать, где находится тот или иной параметр. В отличие от того, что на слух воспринимают, мне приходится еще смотреть. Например, в том же TR8S там были ручки, имеющие ход от начала до конца, и я понимал, у меня в начале, в середине или в конце без просмотра дисплея. Я бы хотел, конечно, чтобы здесь тоже были такие ручки, не знаю, насколько это возможно. Ну, в общем, вы поняли, как ручка громкости имеет начало и конец. И я понимаю, что она, как и на аналоговом синтезаторе, имеет свой ход. Вот это вот, такое чувство, как будто это контроллер, оно все равно здесь тоже присутствует, и так или иначе, по моему мнению, это не очень удобно. На корпусе электрон-диджитакта есть три миди-разъема. Один вход, один выход и один миди-тру, который пропускает сквозной сигнал, который поступает на миди-вход. Так вот, было бы здорово, поскольку физически эти разъемы есть, было бы здорово, посредством программного обеспечения. Некоторые, например, true использовать как выход, а выход, например, как true, для того, чтобы мы могли просто маневрировать, подать два абсолютно разных миди-сигнала на два разных устройства, чтобы не использовать внешние коробочки, вот эти переходники, которые множат и делятся миди-сигналом. Например, в 2-й сквиде от PIONEER была такая функция, там можно было миди-эти выхода назначать на любой из параметров, либо это будет выход, либо это будет сквозной сигнал. Так что, мне кажется, что здесь тоже это можно организовать, потому что внешнее устройство было бы управлять намного удобнее. Также я считаю, что катастрофически просто не хватает LFO на эффект шину. Почему бы не сделать это в DigiTactic, как это было реализовано, например, в том же аналог 4? Суть в чем? Когда вы используете эффект, он как бы, как с Android Troom тут работает, вы любой инструмент отправляете на реверб, например, у реверба есть свои настройки, но LFO есть по 2 LFO на каждом канале есть, а на ревербе и на дилее его нет. То есть, я настраиваю эффект и все. Для того, чтобы импровизировать, мне приходится залезать в этот эффект и что-то там крутить. Например, фильтр у эффекта или количество этого эффекта. Если был бы LFO, например, хотя бы один, тогда можно было бы направить куда-нибудь его, например, на частотные характеристики, которые менялись бы, например, на High Pass или Low Pass у обратного сигнала, или, например, на скорость дилея, если вы любите экспериментал, то это бы оживило бы очень здорово это устройство, потому что эффекты очень важные, когда они скучные и без изменений, без автоматизации, это не очень здорово. Короче, было бы классно добавить один или два LFO на каждый из эффектов. Вот такой список причин не покупать электронный диджит акт я для себя вынес. Вы обязательно напишите в комментариях, какие являются для вас причины не покупать это устройство, или, возможно, вы его продали по каким-то причинам. Было бы здорово, если дополнили комментариям об опыте использования, о своем опыте использования электронный диджит акт. Возможно, для меня будет что-то новое или для других, так что пишите обязательно. Ну, а на этом сегодня все, и ждите следующее видео о причинах, почему стоит покупать диджит акт. До скорой встречи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok